Здарова, народ! Добро пожаловать на канал Миклуха Макфлай. Мы едем с Ростова, Камен-Шахтинск, парк Патриот. Я думаю, многие проезжали по дороге на юг. Здесь невероятное количество техники. Я первый раз, кстати, сюда прямо именно заехал, поэтому сейчас буду гулять, все буду показывать вам. Но должно быть крутое видео. Кстати, вход стоит всего лишь 200 рублей. Не так уж и дорого, так что будете проезжать мимо, заскакивайте. В общем, давайте смотреть. Тут есть буквально все, много самолетов. Наверху их с трассы хорошо видно. И вот здесь куча военной техники. Вы можете сразу в комментариях писать, на чем служили. Гвоздика. Да, кстати, друзья, будем делать так. Я буду останавливаться и показывать описание, потом показывать технику. Кому надо, вы тормозите на описание и читайте характеристики. Так, это у нас что? БРМ-1. Класс, вообще, у меня глаза разбегаются, если честно. Память не лазить. Прикольная. Ух, что-то маленькое. Нона. САУ-2С9 Нон. Я такую даже не видел никогда. Самоходное белье орудие. Но она считается уникальной. Ну, тогда она и по виду. Уникальная штуковина. Прикольненький. Прикольненький маленький танк. И это что такое? У нас, кстати говоря, на следующий год утвердили передачу на канал Арсенал Шилка. Су-23-4. Да, кому надо, друзья, вы. Останавливайте. Можно даже QR-код отсканировать. Чтобы было удобно. Точка У. Тактический ракетный комплекс. Вот так вот выглядит точка У. Продолжаем осмотр. Ну, град, понятно. Град-то все, наверное, много раз видели. Кстати, один залп Града стоит 300 тысяч рублей, если вы не знали. Противоядерная команда, штабная машина Ладога. Вообще какой-то монстр. У него ширина колеи безумная. Мне кажется, под ним машина может проехать. Прям внушает. Видели такое хоть раз? Я лично нет. Т-80 и Т-72. Это то, чем мы сейчас воюем. Современные танки. Специалисты утверждают, что Т-72 это не предшественник Т-80. То есть нет какой-то закономерности. Их разрабатывали два разных КБ. И это два самостоятельных. Две самостоятельные машины. Круто. Помимо техники современной, есть еще и старые вещи. Вот, например, танк времен Первой мировой войны. Выглядит он, конечно, Марк-5. Британский тяжелый танк времен Первой мировой войны. Да, кому нужно, друзья, ставьте на паузу, читайте. Можно сканировать QR-код прямо сейчас с экрана и все узнать об этой машине. Конечно, круто. Вообще потрясающий парк. Вообще потрясающий. Я не знаю, сколько у нас сейчас времени уйдет на его осмотр, но оно того стоит. Кстати, такие танки делились на самок и самцов. У самцов были пушки, а самки были вооружены пулеметами. В данном случае перед нами Марк-5 самочка. Ух, а это что такое? А, это какая-то специальная система против мин. Т-62. Т-62, да, и вот разминирователи. Так это выглядит. Дальше БТРы пошли и дальше пошла у нас специальная инженерная техника. То сейчас будем осматривать. Боевые машины. БРДМ-2. У меня, кстати, есть ролики на канале про БРДМ. Я и внутри сидел и катался на таком. Могу оставить ссылку. Сейчас где-нибудь сверху будет. Гляньте. БТР-70. БМП-1. Пушка еще вооружен. И здесь у нас МТ-ЛБ. Многоцелевой плавающий бронетранспортер-тягач. Друзья, вот такое вот интересное место. Там еще есть музей. Парк Патриот называется. В музей мы не пошли. Оставили на следующий раз. Чтобы была мотивация заехать. Пишите комментарии. Были здесь, не были. Подписывайтесь на канал. Потому что экспозиция большая. А я показал вам сегодня далеко не все. Так что надо подписаться, чтобы посмотреть продолжение. Миклуха Макфлай. Пока-пока. Пока-пока. Пока-пока.